МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложно внутри дворов как бы... Вот нет скорости проблематичных. Да, подвоз продуктов, то, что было необходимо, организован. Запасы были сделаны заранее, то есть, в принципе, никаких проблем нет. И при скорой помощи работают у нас пункты проблем. Возможно, меньше людям ходить по городу, потому что сейчас очень проблематично даже скорой помощи подъехать. Но пока каких-то особых таких случаев нет. То есть пока еще все слабо. И Сантраман, нет, что в Наталье, тогда по ситуации с транспортом. Действительно, трасса официально перекрыта. По возможности, просьба, потому что автобусы не ходят, маршруты-то все не ходят. По прогнозу с того момента, когда только остановится метель, они запускают технику, и техника, как они планируют, 8-10 часов будет достаточно. Потому что сегодняшние сутки обл.автодорс. Но как снег не закончится, они не приступают. По хлебу ситуация стабильная, муки у нас достаточно. Мы шли еще на полторы недели. Магазины с хлебом, крупные магазины, ЭТБ, Виртус, Копейки, все обеспечены хлебом. В пекарне магазины работают постоянно. То есть, кому как мелкие магазины могут приезжать и покупать две автостанции, открыто она работает в круглосуточном сообщении. Если кого-то надо облавлить, там чай, то есть они в этом режиме, наша автостанция и индивидуальная работа. Плюс 8-10 часов. На чистовой будем расчищать, мы закончим с НИКОПА. Сейчас уже подготовлено у нас распоряжение городского головы о правлении тайнику. Поэтому до сведения... Сегодня через смеси... Да, до сведения школы, это уже в устном режиме доведено, сейчас будет написано распоряжение городского головы, и мы отправим в дом. И через смеси... Просто отсутствуют дети по причине болезни. Больше 30% детей. Только тогда этот коллектив закрывается. Утром мы начинали, значит, 85 человек у нас на утро получали, 96, так тянулось сейчас, и 90... Почему? Добраться уже. Да, 96 человек у нас сейчас есть в дюйме. Значит, сейчас они на обеде, вводим туда уже ближе к 3 часам. К 3 часам выйдем на вторую проходку. Нормально работает только погрузчик, как шевой. Потому что заносы сильные, а вторая единица техники идет за ним. Это первый район 17.00, значит, первая проходка дается где-то 3 часа, 2 с половиной, мы надеемся, вот на один район. Нам нужно времени по первой проходке, на последующие 2.00. Кстати, все-таки, вот что-то ситуацию разрешить с этим УАЗом, который тут застрял на въезде, Хинеков 18, Хинеков 16, где-то там, сколько... То есть там нет троса, я считаю, что кто-то с тросом подъехал, потому что здесь просто будет такая неудобная пробка. Но если будет надо подъехать скорой, то вывоз мусора и так далее. Пожалуйста, просто нужно взять трос и нас поручить. Этуас оттуда надо вытащить, чтобы там стоять несколько часов уже. Здесь возле моста, от моста километра, где-то до Южного. От моста, поворот на порт, там они сейчас нагнали техники. Порт припортовый, я сейчас с ними говорил и просил Супикана, чтобы он сейчас там поехал немножко, наши еще идут сюда, буквально там какой-то час-полтора, чтобы он там помог. Все наши люди, это жители города Южного. И что характерно, чтобы я уже в конце не говорил, я хочу сказать, что в дальнейшем мы должны четко определиться. Есть такая стихия, ставить бои и никого не пускать на дорогу. Все равно они сто процентов все остановятся. Сто. Понимаете, ну стена такая метра три, и туда же вылетят. Ну чего ты туда иешь? Я же заметил, через метр, через метр. Поэтому надо четко определиться. Есть запрет. Никакой автобус, никакая машина. Потом не выезжал на трассу, потом чистить невозможно. Почему эти заторы? Их бы не было. Техника чистит постоянно. Машины перекрывают трассу и чистить невозможно. Он всегда должен сейчас с меня работать. У меня вообще много работает. Завтра утром тоже. Молодец. Достойный руководитель. Он всегда сам за рулем МАЗа и по городу. Трех людей работают с пяти. Техника работает без перерыва. До сих пор и будет работать. Люди два раза. Раз вышли, отпустили на вечер. Сейчас в три часа опять выходят. С утра у нас было 28, сейчас с обеда будет 32 человека. На мере возможности, все, что может трактор «Беларусь» чистить. Между нами, вот улица «Химиков» мы не можем. Наш трактор там, где сели, нам нужно погрузить. Десанты мы уже третий раз чистим. Строители, Приморская. Основные улицы должны быть, трактор должен ходить по основным улицам. По переулкам можно сходить они ниже. Понимаете? Я думаю, что люди должны понимать, что они смотрят средства массовой информации, они смотрят в интернет, они понимают, что до 11 ночи будет такая метель, что мы не успеем, никакая техника никогда не успеет чистить, уже она будет падать, а для того, чтобы мы от разного двигаться по основным улицам. Мы прошедшие сутки по объектам смены укомплектованы. Поддерживаем порядок собственной силы, насколько возможно подручиться рейсам для очистки городов. Как ситуация под контролем? Есть, хорошо. Я знаю, что там была проблема порыва отопления на третьем ясном садике. Мы доложили, что сегодня уже первые дня сделали. У нас вопрос решили. Все нормально. Есть. Хорошо. Так, у нас есть вопрос? Ну, наверное, у нас не нажила по транспорту, по хлебу. Хлеб в топливной сети закупили на два-три дня. И вот, то есть, даже если кто-то, если кто-то, если кто-то, если кто-то, если кто-то, если кто-то, если кто-то сделал, то самое главное, я так понимаю, по моей информации, соль, отсев, топливо наши предприятия обеспечены. У нас, мы обращались к жителям нашего города разными способами, в том числе предупреждали наших пожилых людей еще до того, как наступили эти обстоятельства. Мы понимали, что это будет, чтобы они сделали какие-то минимальные запасы, чтобы они выходили сейчас вообще на улицы, потому что для них это вообще проблематично, для пожилых людей. Ну, а просьба ко всем присутствующим, в том числе и мы с волонтерами сейчас работаем. Если у нас будет еще, слава богу, никто не обращался, но если будут просьбы, то надо будет, конечно, поднести где-то продукты питания тем людям, которые обраничены на движение, чтобы они лишний раз не были. Наше управление обеспечивает социальную защиту, население, территориальные центры, центр социальной службы для семьи, детей и молодежи. То есть, как бы, все у нас были предприятия, плюс подключаем молодежи. Школяри находятся на каникулах до 23-го, включено. Територия повинен чиститься. А особенно, когда снег припидится, чтобы все территории своими силами, техническим персоналом, зверниками, может, даже и педагогическим персоналом, те, что могут выходить, задеювать, для того, чтобы дети в пятницу были готовы, а подъезды могли прийти нормально до школы, чтобы не было травм. Вот это самое основное. Они будут гонять все равно по всему подверью, и если не будет вычищено, то будет очень много травм. Снег, который сейчас там лежит, только все будет, глыбы, которые постепенно превратятся в лед, и это будет скользко, это будет травмоопасно и так далее. Поэтому сейчас, вот сейчас будет, завтра у нас затишье, и больше осадков надо на чистовую вычищать территорию. Потому что потом мы перебьем неделю просто морозной погоды. Ремонтировали третий сильный ветер, большие сейчас были осадки, станет потолк таять, будут проблемы. Чтобы страховывать и заранее. Плать держу и поручить звук, а нам, и зачищать территорию. Просто пока не получается, они с этой дороги чистят, мы не можем остаться. Я говорю, что это в леду, там же надо венталку, а ты там не мог куда сбрасывать. Надо, давай, только хочу поручить, то есть сегодня, то есть завтра. У нас еще намного серьезнее у нас была проблема в городе. Ну, зима. Ну, что сделать? Ну, зима, она же где-нибудь внезапно пришла. Зима, как зима. Поэтому ситуация управляемая. Я думаю, что техника работает, люди все работают. Чрезвычайных ситуаций никаких нет. Свет есть, вода есть, тепло есть, хлеб есть, питание есть. Садики работают, школы могут работать, если бы нам область не запретила. Школы бы у нас работали. Поэтому нормально, работаем в нормальном режиме. Поэтому то, что я еще раз прошу, основной акцент сейчас на основные магистральные наши дороги. Все основные дороги должны быть чиститься. Переулки, тротуары. Сейчас дальше по мере возможностей. А завтра, когда снег прекратится, все силы бросаем на расчистку внутриквартальных дорог, дорожек, тротуаров и так дальше. И то, что говорила Майя Петровна, каждый раз соответствует, чтобы в школах тоже убирался снег, чистились дворы, чтобы работали предприниматели возле своих объектов обязательно. И тогда, чтобы все вместе, мы будем держать город в ближайшем день. Поэтому я сам предлагаю, что все успокоились, ничего чрезвычайного нет. Абсолютно ничего нет. Идет снег, дует ветер, 5 градусов мороза. Ну что, и кто здесь такого чрезвычайного? Просто надо чистить дорогу и все. Больше ничего нет. Ситуация этой мы были готовы. Мы просто прогноз смотрели заранее, поэтому уже готовились. Знали, что у нас в воскресенье начнется горячая пора. Действительно, все люди работают. Все службы мобилизованы максимально. Вся техника, имеющаяся в распоряжении наших коммунальных предприятий, задействована. Нет у нас поломок. Все функционируют. Запасы песка, соли подготовлены заранее. То есть они сегодня есть. Топливо. Все позволяет штатно сегодня работать. Не все люди просто смогли выйти на работу, потому что часть работников у ЖКХ живет не на территории города Южного. Не все добрались на работу. Но это касается буквально предприятия Экосервис. Может быть, часть людей МЖКЦ. Южтранс, он практически вышел штатно. Там все у них специалисты на месте. Техника работает уже вторые сутки. Работает не, прекращается. Работают ночью. Выходят люди в 5 утра на работу. Задачи сегодня много, потому что пока идет снегопад, он сегодня вечером, мы ожидаем, что закончится. С завтрашнего дня уже будем убирать город на чистовую. Сегодня будут продолжаться все эти работы. Есть небольшие нештатные ситуации, где мы должны были более оперативно реагировать. Это что касается расчистки территории городской больницы, поликлиники. Потому что скорая помощь, к сожалению, во дворы не всегда можно подъехать. И это связано не только с тем, что не все двери успевают расчищать. А с тем, что мы обращаемся всегда к жителям, что когда плохая погода. И мы об этом заранее говорим. Ну, пожалуйста, не оставляйте свой транспорт на придомовой территории, там, где он мешает работе коммунальных служб. Потому что потом возникает проблема. У нас вот сегодня есть ситуация со стрявшими автомобилями во дворах, которая не позволяет туда подойти уборочной техники. Безусловно, там дворники вручную определенную работу проделывают и будут работать. Но вы понимаете, какой сегодня ветер. Сегодня минус 7, минус 6. Чувствуется, как минус 13. Конечно, люди на морозе. Нам тоже надо людей сохранить, их здоровье и работоспособность нормальную. Потому что еще у нас работы много. Поэтому все мобилизованы. Я думаю, что с этой ситуацией мы справимся. Исправляемся сегодня. Хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня активно трудится на улице города и руководителей коммунальных предприятий. Потому что, действительно, мы с пяти утра с ними. Мы уже вызваниваем, выясняем все моменты и нюансы нашей работы. Это уже второй день. Я думаю, что завтра с утра тоже. Поэтому люди пока на ногах, хотя спят мало, работают много. Я помню, проблемы с расчищением тротуарных бережей. При таком большом количестве снега, ее эффективно расчищать. Можно только по грузчикам. Такая техника, которая не только собирает снег, а его еще может куда-то в сторону производить отвал. Когда просто идет ковшевой, идет с ковшевым отвалом обычный трактор, он, набирая определенный объем снега, потом просто уже не может в состоянии дальше двигаться. И поэтому работает даже у нас по две единицы техники в связке. У нас техник, к сожалению, сегодня не так много, как хотелось бы. Итак, два крупных погрузчика нам дополнительно еще предоставил порт. К сожалению, на сегодня мы обычно всегда рассчитываем на помощь дорсервисам. Мы пока ее сегодня не получили. Но по той причине, что руководители предприятия объясняют, что у них их работники из-за погодных условий к их производственной базе просто не могут добраться, некого посадить за эту технику, чтобы нам в город ее предоставить. Завтра они обещают, что техника будет работать вместе с нашей городской. Кроме того, строительная компания «Югинвест», которая застройка второго микрорайона, у них там тоже есть техника, которая была задействована для расчистки прилегающих к ним территорий, тоже обратились к ним, чтобы они занимались этим вопросом. Но я думаю, что в будущем мы просто должны будем модернизировать нашу городскую систему коммунальную для того, чтобы она была более технически оснащенной. Потому что мы видим, когда, это не часто бывает, но такие стихийные погоды, они у нас случаются каждый год. Два-три дня, но это происходит. И, конечно, нам нужно укрепиться, и нам нужно еще хотя бы, может быть, одну-две единицы техники приобрести, чтобы больше мы таких проблем не имели. Потому что вручную такую территорию невозможно расчистить под постоянно падающим снегом. Может работать только техника, и вот она, сколько она успевает, у нас просто моторы не остывают. Люди просто по 12 часов там не выходят из транспорта, работают. Рутуары потребны маломеханизованного техника, так? Да. Вот именно специально. Тебя туда не пустишь большой погрузчик, потому что там можно просто и повредить это покрытие, и узкие бордюры, и так далее. У нас есть погрузчик небольшой, это погрузчик водоканала, который мы приобрели, на который себя доказывают, что он эффективный, качественный. Мы с ним работаем и к экскаваторам, и к погрузчикам. Это универсальница техники. Она сегодня полноценно работает в городе. У нас еще есть две единицы тракторной техники, но вот они уже в такой погоде, они уже не так эффективны. Нам нужно сегодня приобрести отвал дополнительно для того, чтобы снег можно было отваливать, а не просто ковшом обрабатывать. Это навесное оборудование для техники экосервиса. И нам, я думаю, в перспективе все-таки нужно еще один погрузчик универсальный иметь для города, потому что иначе мы такую большую территорию не можем быстро очистить. У нас работает 96 человек. Это не только дворники, но это работают некие технические службы, сантехники работают, строительная группа. Всего 96 человек. Учитывая погодные условия и то, с какой скоростью наметают и насыпают снег, естественно, в полном объеме никакие проходные дорожки и дорожки безопасности мы не чистим. Мы после того, как проходит техника, а напоминаю, что у нас две единицы техники работают по городу, но фактически одна, потому что на таких заносах может работать только погрузчик. Вторая единица идет за ним, подчищает. Поэтому все люди работают над тем, чтобы после прохода техники пробить проходы от подъездов и от дорожек к той колее, которую проторил большой экскаватор, либо трактор. Кто из них проходит. Поэтому я хочу обратиться еще раз к нашим жителям. Ни в коем случае не надо ходить своими старыми, изведанными, проторенными дорожками. Мы прочищаем только самые проходные магистрали, если это пешеходные магистрали и проезды внутри дворов. Пользуйтесь проездами. Пользуйтесь, надо идти не там, куда хочется, а там, где прочищено на сегодняшний день. Это залог того, что вы доберетесь до конечного пункта. Люди есть, люди работают, но мы не можем почистить весь снег и все дорожки, потому что снега много, а людей мало и все они достаточно... Мы работаем с 5 утра. Естественно, человек не машина, человек устает. Ему нужно и передохнуть, и обедать, и обогреться. Поэтому еще раз напоминаю, что движемся только прочищенными дорогами. Остановится ветер, становится снег. Милости просим, приходите. Лопаты у нас есть. Но на сегодняшний день к нам обращались только владельцы автомобилей, которые хотели очистить свои автомобили от снега. Поэтому они требовали лопат. Некоторые даже прикрывались каким-то волонтерством, хотя мы видели, куда они эти лопаты использовали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулыка Субтитры подогнал «Симон»